Мы сегодня поговорим об алкогольной зависимости. Дело в том, что алкогольная зависимость, она относится к таким же наркотическим видам зависимости, как и наркотики во всех их проявлениях. И согласно данным ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, она является таким же отравляющим веществом, как и героин, как и опиум, только более слабого действия. Для нашей страны алкоголизм является, конечно, еще большей страшной зависимостью, разрушающей и как отдельного человека, как и все общество, как и весь народ. И очень часто мы знаем, что наркоманы перескакивают на алкогольную зависимость, потом опять срываются на наркотическую зависимость, то есть они повсеместно, алкоголизм и наркомане, ходят как бы рука об руку. Но хочу показать вам некоторые цифры. Во всем мире приблизительно 55% всех дорожных трансовых происшествий связаны с употреблением алкоголя водительными и пешеходами. До 80% погибших от пожаров находились в состоянии опьянения. Около 65% убийств совершаются лицами, находящимися в пьяном виде. У 40% алкоголиков застолье обычно заканчиваются драками. Половина всех изнасилований и около 60% сексуальных преступлений против детей происходят под воздействием алкоголя. В среде алкоголиков самоубийство случается в 30 раз чаще, чем у непьющих людей. Число разводов по причине пьянства и алкоголизма в 12 раз выше, чем по всем другим мотивам. Около 35% детей преступников имеют родителей алкоголиков. Продолжение жизни алкоголиков на 15-20 лет ниже, чем у непьющих. Четверть всех пациентов в психиатрических больниц это алкоголики. И неудивительно, ведь алкоголь поражает прежде всего центральную, периферическую нервную систему, вызывает заболевания печени, сердца, желудочно-кишечного тракта, поражает мозг и разрушает психику человека. За последние десятилетия стремительно шла алкоголизация страны. Сегодня мы увидим неутешительные результаты. Количество смертей, связанных с употреблением алкоголя, приблизило в России к 1 миллиону человеку в год. Очистенность алкоголиков достигла примерно 20 миллионов и продолжает увеличиваться. Если мы знаем, что у нас живет около 140 миллионов людей в стране, получается, что каждый седьмой у нас алкоголик. Это считая взрослых и детей. Мы видим совершенно страшную картина. Это алкоголизм действительно один из самых распространенных духовных и физических недугов нашего времени. И вот как же выйти из этой проблемы? Как решить вопрос алкоголизации и отойти от него? Ну, мы должны прежде всего сказать, что в основе алкоголизма, конечно же, лежит прежде всего неудовлетворенная жажда Бога, общения, отпавших от ворца людей, их духовная опустошенность, утрата высшего смысла бытия. Если человек не находит духовной связи с Богом, не понимает истинно смысла в своей жизни, то он пытается забить образовавшуюся в него пустоту различными суррогатами. Самый легкий и близкий суррогат к человеку – это алкоголь. Выпил, забылся, ни о чем не думаешь, переживаешь эту стадию алкогольного опьянения, потом пришел в себя, потом опять выпил, опять убежал от действительности. Ведь алкоголики, они пытаются убежать от действительности, от тех проблем, которых они встречают в реальной жизни. И один из путей – вот это принятие дуряющего дурмана, когда как бы все уходит на задний план, все беды и невзгоды забываются, и человек как бы находится в неком приподненном состоянии. Ну, как мы с вами говорили, что алкоголь разрушает как духовную, так и психическую, так и физическую сторону человека. Что происходит с духовной стороной? Потому что самое главное, конечно, духовная сторона. Все начинается в поражении с нее. Но в духовном плане есть так называемый беспьянство. И даже некоторые люди видят его. Недаром некоторые алкоголики говорят на пицце до чертиков, да? Или в состоянии белой горячки некоторые алкоголики видят этих чертей. Причем по их описаниях они видят в себе примерно одно и то же. Так сказать, разные там размеры, зеленые и так далее, и так далее. То есть, они ощущают ту мистическую силу, которая стоит за ними плечами, которая управляет им. Поэтому, когда человек говорит, вот я, когда захочу, тогда и брошу. Значит, я могу не пить. Это ложь. Он не может не пить. Он становится рабом этой страсти. Рабом беса, пьянки, беса алкоголизма. Ему нужно, конечно, отличать бытовое пьянство, пьяница даже от алкоголизма, от алкоголика. И действительно, пьяница, в принципе, он может остановиться и не пить. Сам, своими силами. Алкоголик уже не в состоянии остановиться и не пить. Он может говорить, что он может это сделать, но он никогда не сможет остановиться. Он, собственно, человеком одержимым. В духовном плане им управляет эта уже демоническая сущность. И поэтому эта демоническая сущность никогда его не отступит. А очень просто. Пьяница от алкоголика очень отличается. Не может человек остановиться. Вот если пьяница еще может сказать, все, такие обстоятельства сложились, и на работе, и дома, и вред, не пью. И действительно может не пить. И месяц может не пить, и два не пить. Алкоголик не может. Что бы ни случилось, какие обстоятельства не произошли. И в самом алкоголизме, как мы будем дальше говорить, различает четыре стадии. И они и каждая чревата соответствующими признаками. И характерными признаками. Ну, это как бы, мы на этом остановимся позже. Теперь, если мы коснемся физиологии, психической части, оставляющей человека, что происходит? У алкоголиков, конечно, как и любого вида наркоманов, любого вида, так сказать, людей из зависимости, изменяется психика, прежде всего. У него меняются интересы и стремления. Он становится другим человеком. Если раньше, допустим, тот же пьяница, алкоголик в дальнейшем, был человеком добрым, может быть, даже семейным, с множеством положительных качеств, то постепенно эти все качества исчезают. Они как бы заглатываются змеем алкоголизма. Почему? А мы знаем, что прием алкоголя, допустим, даже 50 грамм алкоголя, он блокирует все высшие отделы головного мозга, которые как раз нарабатываются культурным воспитанием человека, его обучением, его приобретением навыков, которые свойственны ему в жизни, в школе, в вузе, правил поведения, нравственности, этики. Вот прежде всего, вот эти отделы просто блокируются начисто. Вот почему вы, наверное, замечали, что, так сказать, люди из ряда выпивших начинают гореть пошлости, начинают гореть всякого рода гадости, им кажется, это не сальность, им кажется, чрезвычайно смешным, веселым, они, говорят, что другие-то не смеются, не веселятся, да? Все, он выходит на руку низвенные инстинкты. Вот что низвенные темные щеки, оно выливается на руку. Он чувствует некую раскованность, распущенность, да? Он выражает как бы себя сам, бессмысленно смеется, говоря о глупости, совершая неразумные, гадостные поступки. Он становится действительно безуправляемым. И потихонечку от рюмки к рюмке, от стакана к стакану, вот эти культурные отделы не просто уходят из жизни человека. Он становится все более примитивным, все более пустым, его интерес, круг интереса все больше и больше сужается. Если он раньше увлекался искусством, наукой, постепенно это становится на второстепенный план, а на первую степенную плану становится это достать, выпить, пережить ощущение и так далее, и так далее. Он становится человеком с одной извилиной. А вот физиологически тоже очень хорошо и ясно, и четко объяснимо. Дело в том, что действие алкоголя в первую очередь скажется на мозг человека. Молекула алкоголя, она очень похожа на молекулу глюкозы, сахара. Только группа OH располагается с другой стороны. И поэтому организм обманывается. Когда принимает алкоголь, он как будто принимает тот сахар, который необходим для его жизни деятельности. И алкоголь, он легко всасывается в кровь и поступает прежде всего в головной мозг. А в головном мозгу он так устроен, что сеть кровеносных сосудов, которые снабжает отделы головного мозга, они называются альвеолами. Это мельчайшие тончайшие сосудики, которые обеспечивают нашу горку, горковые зоны питательными веществами. И когда молекулы алкоголя, они так воздействуют на кровь, что она начинает сгущаться, соединяясь с ними, и закупоривает эти альвеолы. И просто происходит высыхание определенных участков головного мозга. Как говорят, все нервные клетки не останавливаются. Да, маленькие микроинсультики физически незаметны, но участок головного мозга не гибнет. Но поскольку у нас много нервных клеток, и много, как говорится, нервных клеток головного мозга, это сразу не очень заметно. Но постепенно мозг как бы высыхает, на самом-то деле. И когда всплевают пьяниц, алкоголиков, то видят, что действительно серое вещество практически уничтожено. Это высшее вещество, благодаря которому взаимодействует на мозг. Он буквально уменьшается из своих размеров. Извильное действительно в прямом смысле слова практически сглаживается. И человек становится вот этим примитивным, звероподобным существом. Действительно, вот у алкоголиков практически так все и происходит. И вот эта психологическая картина. Кроме того, естественно, происходит поражение печени. Мы знаем, цирроз печени. А циррозы печени имеют очень много алкоголиков. Полуажный гороз. Это разложение печени. Все, она исчезает. Она разлагается, она уже не работает. А печень играет барьерную функцию в организме. Она пропускает различные яды, перерабатывает, уничтожает все вредное, что предстоит в организме. Она разрушается. Вот это еще. Потом селезенка поражается. Безусловно, поражается пищевод и слизистая оболочка желудка от раздражения алкоголя. Она выжигается. Язва желудка, язва перстня, кишкет, как правило, тоже запущенное влияние алкоголя. Он разрушает свой мозг, разрушает свой организм, уничтожает себя. Ну и невольно задаешь вопрос и спрашиваешь. Назовите мне хотя бы одного человека, который алкоголь сделал счастливым. Кого наркотик сделал счастливым? Хоть одного человека. Нет, все молчат. Несчастных миллионы, покажу вам. Счастливого ни одного. Зачем же люди принимают то, что их уничтожает? Ведь алкоголь причислен к ядам, как мы с вами говорили, к наркотикам. Он уничтожает и разрушает человека, никого никогда не спас. Почему же люди принимают алкоголь? И вот здесь мы должны коснуться, конечно, трех основных причин. Первый – это мифы, которые введены в сознание нашего общества. И мы живем этими мифами. Первый миф – о том, что алкоголь в малых дозах даже полезен для организма. Много пить вредно, а вот пить понемножку – ничего и даже хорошо. Должен вам сказать, что это абсолютная ложь. Абсолютно научная несостоятельность. Как мы с вами говорили, алкоголь, по данным Всемир организации здравоохранения, причислен к ядам, таким как мышьяк, серная кислота и так далее. Он может только наносить вред. Нет. Много выпьешь – много отравишься. Мало выпьешь – мало отравишься. Но отравишься обязательно. Обязательно будет только вред. Не бывает положительных последствий. Выпьешь – хорошая дороговина – отравишься меньше. Выпьешь – одеколона – значит отравишься больше. Но отравишься обязательно. То есть любое прием алкоголя – всегда отравление. Это удар по организму, удар по психике человека, удар по его физиологии непременьшим образом. Поэтому абсолютная ложь о том, что муж будет полезен. Никогда он полезен и в этом всегда вреден. И когда вы собираетесь на стол, вы подумаете, вот ко мне гости придут, поставлю-ка я пару бутылочек яда на стол, потравлю их. Друзья, как-то знакомы, как же их не отравить-то, да? Близкие же люди, надо потравить их. И вот если спрашиваться, а если это я, чего же мы травим-то всех и сами ставим? Вот представьте, завтра у вас день рождения, вы пригласили гостей. Что вы на стол поставите? Вот этот яд и поставите, в первую очередь. Хотя даже понимаете, что и не надо бы, а все равно тянете. И вот здесь второй печальный миф. Миф о том, что Русь всегда пила, пьет и пить будет. Абсолютная ложь. Абсолютная ложь.